Здравствуйте! Сегодня 12 июля 2022 года. Меня зовут Худина Светлана, мне 48 лет, замужем, у меня взрослый сын, 26 лет, работаю бухгалтером, живу в городе Красногорске Московской области. Я живу 8,5 лет с диагнозом рак шейки матки, первая стадия Б. В 2014 году у меня начались контактные выделения, и были тянущие боли внизу живота. Я обратилась в частную клинику, где были проведены анализы, и по результатам подтвердился рак шейки матки. Я пересматривалась в 62-й больнице, и диагноз был полностью подтвержден. Когда я только узнала о своем заболевании, ну, первое, это, конечно же, шок. И, наверное, шок, ну, просто не сказать, что это шок, это кошмар. Вопрос. Почему я? За что? Что я делаю не так в жизни? Ну, все стандартные, наверное, какие возникают у любого онкопольного. Потом я пыталась договориться с Богом, потом наступила стадия принятия и смирения. То есть, когда я поняла, что наступили эти стадии, мне стало гораздо легче. Я приняла свою болезнь так, как она есть, и теперь с ней живу. Операцию делали в 62-й больнице. Хирург Тагиев, Мамед Тагиевич, очень замечательный врач. Потом по результатам консилиев была назначена лучевая терапия. Ее я проходила в лечебно-леверберационном центре на Иваньковском шоссе. Было 18 укладок сверху и 5 внутренних. Потом год был все хорошо. А через год, в мае 2015 года, при контрольном обследовании, обнаружили множественные метастазы в обоих легких. И началось, в принципе, мое лечение. А мне была назначена первая линия химиотерапии, которая тоже проходила на Иваньковском шоссе. Я тогда познакомилась с очень хорошим химиотерапевтом Глядовой Мариной Александровной. Первая линия химиотерапии, к сожалению, не помогла. Была назначена вторая линия химиотерапии, по результатам которой я вышла в ремиссию на 3 месяца. Было опять прогрессирование в обоих легких. И я пошла к радиологам. У меня было 6 курсов статистической лучевой терапии, по результатам которой один метастаз верхней доли правого легкого продолжал расти. В 2017 году, в январе, мне сделали резекцию верхней доли правого легкого. И была назначена химиотерапия третьей линии уже, которую я проходила уже в клинике МедСим с Мариной Александровной Глядовой. Химия не помогла. Тот метастаз, который был ранее облучен, начал расти. Была четвертая линия химиотерапии, которая тоже не дала своих результатов. Было предложено обратиться опять к лучевой терапии, но, к сожалению, так как уже была лучевая терапия, и метастаз находился в органе средостения, лучевики просто сказали, что не возьмутся, потому что есть риск внутреннего кровотечения, инфарк. Остался один вариант хирурги. В ноябре 2018 года я легла на операцию. Мне удалили левое легкое полностью. И как бы восстановительный период, конечно, был очень тяжелый, длительный. Операцию проводил Идут Руслан Тарасович, который не первую операцию делал. То есть мне так просто повезло, что один хирург делал две операции на легке. После операции при контрольном обследовании через 3 месяца у меня обнаруживается метастаз на почечнике и превышение. Я опять к своему химиотерапевту пришла. Она уже тогда работала в клинике Лядова в Подольске. И мне назначили иммунотерапию. Иммунотерапию проходила ровно 2 года, во время которой мне обучили еще на почечник. И в ноябре 2020 года на контрольном обследовании под КТ метастаз не отнарушен. Я практически полностью здоровый человек. Лечение закончила в апреле 2021 года. Лечение закончила в апреле 2021 года. И уже год я просто обследуюсь, прохожу обследование, и все хорошо. С 2015 года у меня установили первую группу инвалидности. Сейчас она пожизненная. Во время иммунотерапии у меня щитовидка моя не справилась с болезнью. Я приобрела аутоиммунный гипотериоз. Еще именно на иммунотерапии у меня была такая побочка, как болели глаза. У меня была 3 месяца высокой температуры, 38. Каждый день. С утра она была 34, к вечеру 38. В течение 3 месяцев. Но зато потом метастазы ушли, остался один. Ну и слава богу. А после операции, когда была одну легкая, как я привыкала к этому состоянию, ну, во-первых, училась дышать заново практически. Потому что я после операции неделю пробыла в реанимации. Училась заново ходить, потому что дыхания не хватало, чтобы пройти определенные какие-то моменты. Потихоньку, потихоньку. Я живу на пятом этаже без лифта. И потихоньку, потихоньку. Сейчас я поднимаюсь на пятый этаж практически без передышки. Еще была такая побочка, как принятие душа. То есть, когда у человека одно легкое, ну, в моем случае у меня так было, что ты принимаешь душ, а тебе не хватает воздуха помыться. Потому что идет влажность воздуха и не хватает кислорода. Вот даже когда парит на улице, да, и вот дождик прошел, когда вот очень сильная влажность, мне тяжело дышать. А так нет, так нормально и можно жить с одним легким. Ну, за период жизни диагнозом то ничего особенного не произошло. Просто я лечилась все это время. И не было времени совершать что-то такое. Мы с мужем построили дом за это время. Сейчас занимаемся его отделкой. Я выращиваю розы. У меня две теплицы. Помидорчики, огурчики. Работаю. Причем я за все время болезни не бросала работу. Я все время работала. Знаете, наверное, ну, как и в любой ситуации, это поддержка близких людей. Муж, сын, родители. Меня очень поддержала мама мужа, сестра. Еще, конечно, помогло то, что попались на моем пути очень хорошие врачи. Квалификации их, профессионализм, наверное, сейчас вот, ну, для меня это было просто как послание с небес. Как я отношусь к ракуну? Я не считаю это смертельной болезнью. Я думаю, что просто это наложенный стереотип. Да, конечно, умереть можно от любой болезни. Можно умереть от ангины, от инфаркта. Никто не знает, от чего он умрет. Поэтому онкология – это такая же болезнь, как и другие. Просто хроническая, которую нужно все время наблюдать и держать руку на пульсе. Кто-то, кто сейчас вот только что узнал о диагнозе, я, наверное, посоветую найти цель, ради чего стоит жить. А когда вы найдете эту цель, нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать все возможное и невозможное, что в ваших силах. А дальше как Господь распорядиться. Ведь мы не знаем, сколько нам отпущено жить. Бог дал болезнь, даст лекарства. Нам просто в это верить.